В честь дня гражданской обороны во всех федеральных органах исполнительной власти и субъектах Российской Федерации под руководством МЧС России состоялись штабные тренировки по гражданской обороне. В Махачкале под руководством заместителя председателя правительства Республики Дагестан Рамазана Джафарова и начальника ГОМЧС России по Республике Дагестан Наримана Казимагамедова были проведены следующие работы. Оповещение и сбор руководящего состава органов государственной власти, органов местного самоуправления и заинтересованных организаций Республики Дагестан, а также прошли строевые смотры личного состава и техники. Отметим, что по поручению главы города Бориса Гонцова в Каспийске также прошли штабные тренировки. Основной упор сил городского звена республиканской подсистемы ГОЧС были направлены на практические действия. Для этого был создан штаб во главе с первым заместителем главы города Сергеем Шахвалиевым и заместителем Гусейном Ункиловым. Они развернули сборный эвакуационный пункт на базе Каспийской гимназии номер 11. На территории образовательного учреждения представители госструктур провели эвакуационные мероприятия. Они подбираются, потому что противогаз, коробку, сумку. Потом подбираются, по размерам получает человек. Следующий пункт должен быть лицо, которое обучает его. Его надо сначала обработать, потому что имущество, которое находится, получается, склада, она обработана талией. Его надо, чтобы человек белый не стал, его надо ведро вводить, тряпку промыть, обмыть, протереть. А потом человек показывает, как соберет, как одевает. Одевает, снимает. Вот так должно быть организовано пункты выдать среди медальной защиты. В ходе практических действий были проведены аварийно-спасательные и другие неотложные работы. Отработаны вопросы эвакуации и проведены заседания в акционных комиссиях. Кроме того, по плану мероприятий гражданской обороны также прошла ликвидация условно-чрезвычайной ситуации. Также на базе водоочистных сооружений филиала Каспийский горводканал были проведены практические мероприятия по ликвидации вследствие технической аварии, то есть с разливом жидкого хлора. В завершении штабных тренировок представители управления ГУЧС отправились на территорию стадиона Анджиарена, чтобы продемонстрировать работу станции по обеззараживанию одежды и техники, а также санитарно-обмывочного пункта. По итогам учений начальник ГУЧС России по Республике Дагестан Нариман Казимагомедов и заместитель председателя правительства Республики Дагестан Ромазан Джафаров дали положительную оценку работе специалистов.